МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Быть в движении первых, это значит быть первым во всем и в кулинарии, в частности. Сегодня у нас в гостях семья Пономаренко. Мария Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, откуда вы к нам приехали и что мы будем сегодня делать, раз уж мы в студии кулинарной программы, значит, точно будем что-то кулимесить. Мы к вам приехали из замечательного курортного поселка нашей области, поселка Кульдур, который у нас очень известен и за пределами нашего региона. Мы с вами знаем, что у нас уже наступила пора замечательная весенняя, но она к нам, к сожалению, все никак не дойдет. То дождь, то холод. Поэтому мы ее сегодня... Главное весна в сердце, знаете. Да, мы ее сегодня будем призывать. Правильно. И для этого в старину жители нашей страны и близлежащих пекли жаворонков. И таким образом они призывали, чтобы весна пришла быстрее, пришла плодородная весна. Поэтому мы с вами будем сегодня в студии печь замечательных пичек жаворонков. Отлично. Что нам для этого понадобится? Ну, вижу стандартный набор. У нас здесь мука, сахар, ну и начинка тут, изюм, посыпочки всякие. У нас с вами сейчас пост, и у нас многие люди верующие, поэтому мы с вами для жаворонков будем использовать постное тесто, которое как раз-таки будет включать стандартный набор муку, сахар, масло, дрожжи, соль. И для оформления мы с вами будем использовать подсыпку и изюм, потому что мы с вами уже совсем скоро будем праздновать еще один главный праздник, да, и любимый всеми взрослыми и детьми, это Пасха. Ну что ж, приступаем? Да. С чего начинаем мы? С теста. С теста. Да, для теста нам нужна... Нам нужен Сергей. Нужен Сергей, да, нам нужна мука и дрожжи. Для этого мы с вами будем использовать быстрорастворимые дрожжи. Мы их, в принципе, дома в рецептах используем очень часто, потому что они не требуют особых знаний, кулинарных способностей, возможностей. Но для того, чтобы дрожжи наши разошлись и выпечка наша удалась, для этого нам нужно их растворить. Растворяют их в теплой воде, чтобы она была не горячая, чтобы наши дрожжи и живые бактерии, которые в них содержатся, дали нам только пользу нашему блюду. Ну вот я смотрю, что сын в футболке движения первых, а вы не в футболке, но тоже в движении первых. Да, действительно, я тоже являюсь активистом и куратором нашего школьного движения первых. Нет у меня размеров футболок. Ничего страшного, надо шить свою, собственно. Да, она в процессе, уже в процессе. Вот, видите, как здорово. Так, расскажите немного подробнее, что курируете, в чем заключается ваша деятельность? Наверное, из-за отдаленности в нашей школе еще пока нет советников-директоров, как это во многих школах, но у нас есть ставка педагога-организатора 05. Второй год подряд я ее занимаю, эту ставку, и курирую первичное отделение в нашей школе, движение первых. Также являюсь куратором волонтерского отряда «Открытые сердца» в нашей школе и школьного пресс-центра «Соты». В общем, такая у меня активная, энергичная деятельность в нашей школе, которая мне очень сильно нравится. Ну и, конечно же, мои дети и другие дети, они очень активно подключились к этой деятельности, и мы активно уже работаем не только внутри нашего поселка, но и на территории нашей области. Мы выезжаем на разные мероприятия и организовываем их в своем поселке Кульдур. Ну, несколько слов о «Добрых сердцах». Волонтерский отряд «Открытые сердца» в нашем поселке, он уже на самом деле функционирует больше 10 лет. Так, мы нашим дрожжам даем немножко постоять. Его еще организовала Кулюшина Светлана Александровна, но она у нас уже пошла на пенсию, поэтому она его передала активно. И как раз получилось так, что мы стали уже взаимодействовать с сайтом «Добро.ру». Если на секундочку, сколько стоят дрожжи? Ну, им нужно постоять минутки 2-3, чтобы дрожжи наши разошлись, и мы их увидим, как процесс пойдет. Немножко начнет набухание, пеночка образовываться. Бродить пойдет? Бродить, да, начнут бродить наши дрожжи. Для этого мы добавили немножко сахара, чтобы наши булочки были вкусные, сладенькие. Волонтерский отряд «Открытые сердца» существует уже больше 10 лет. Мы активно занимаемся разными мероприятиями, и мы также активно включились и в движение первых в нашем поселке. Про «Соты» тогда рассказывайте теперь. Что это за такой пресс-центр? Чем вы там занимаетесь? Кто в него входит? В школьный пресс-центр «Соты» в него входит более 10 активистов нашей школы. Они освещают деятельность не только нашего центра образования, но также и нашего детского садика. И в целом, в принципе, поселка, событийные все мероприятия, которые проходят у нас, отражают эту деятельность на школьном сайте, в телеграм-канале, ВК обязательно, да, как и многие другие организации, тоже включились в медиапритяжение формате и выкладывают. Не подошли еще? Да, я так думаю, что мы уже можем добавлять, вводить понемножку муку. Муку мы предварительно просеяли, да, чтобы она у нас обогатилась кислородом, и наша выпечка была воздушная, вкусная и легкая. Нам Сергей поможет, да, Сережа, добавляй нам потихонечку дрожж. Пришло твое время, Сергей. Мука. Все не добавляй разом, давай по чуть-чуть вводи. Так, давай еще чуть-чуть. Все заянили сейчас. Ожидание и чудо, да. Чудо, да. Так, ну, думаю, пока достаточно. Мы сейчас первую партию перемешаем муки, а потом постепенно еще введем. Ну, и пока мама перемешивает первую партию муки, Сергей нам расскажет, как давно он в движении первых у нас. Я в движении первых еще не так-то давно, только один год. Мне сейчас 9 лет, а вступить в движение первых можно с 8 лет. Учил, видно сразу, да? Так, можно с 8. Так, чем вы занимаетесь в движении первых? Что там тебе больше всего нравится? В движении первых есть 12 направлений, и в школе из них я участвую только в трех. Да, на самом деле... Участвовать во всех 12, да? Да. Отлично. Ну, какие твои годы? Да, так как Сергей правильно сказал, что в движении первым у нас 12 направлений, наша школа реализовывает 4 направления. Это патриотизм и историческая память, наше патриотическое направление, экология и охрана окружающей среды, экологическая, медиа и коммуникации, да, медиа и коммуникации у нас наш пресс-центр соты, и, конечно же, волонтерство и добровольчество. То есть то, что мы можем качественно дать ребятам на базе нашей школы, то мы и предоставляем. И хочу сказать, что 4 направления не есть, и дети очень активно в них влились и принимают участие. Ну, вот про патриотическое, экологическое нам Сергей, наверное, расскажет, потому что он из 4, в силу своего возраста, из 4 только в 3 пока. А где еще не участвует? В медиа направлении еще пока его обошло. А со скольки лет начинается медиа у вас? Мы никаких возрастных ограничений не делали, просто так получилось, что пока обошло. Но у Сергея просто большая нагрузка и в спортивной сфере каратэ занимается, имеет оранжевый поезд, плюс учеба все-таки у нас остается на первом плане. Ну и, конечно, чтобы все-таки создавать правильный контент на медиа сфере, на нашей, и нужно уметь работать с разными приложениями, не только текстовые сообщения, обрабатывать фотографии, писать тексты, снимать шорты модные, которые дети любят. Надо идти в ногу со временем, все верно, абсолютно правильно. Тем более движение первых должно быть впереди всех по всем инновациям. Ну, рассказывай про экологическое. Расскажи нам про какое-нибудь, да, про экологическое, а что у нас делается в экологическом? В экологическом направлении мы собираем крышки, батарейки, отправляем их потом в Биробинджан, и чтобы их перерабатывали и делали разные другие вещи. Также мы на территории школы проводим субботник и Тихого озера. Убираем территорию центра образования, территорию местного красивого нашего замечательного озера Тихое. У нас там уточки прилетают, гуси, лебедик, но они у нас не живут на постоянку, они у нас перелетные, да, они отдыхают у нас, у нас же курортный поселок. Правильно. Они тоже на отдыхе. Замечательно. Так, какое еще направление? Ну так, у нас еще на косоэкологическое они раскрыли, а ты какая-то скудненькая получилась. Что еще ты делаешь там так? Субботники были, территорию убирали, батарейки вы в Биробинджан отдаете. С крышками. Батарейки с крышками. Конечно, просто так-то батарейки кому нужны, а с крышками, это уже интереснее, так? Мы еще проводим в садике «Судьба земли», наша судьба. И это уже было у нас два раза. Мы взаимодействуем с местным ИКДЦ, наш Дом культуры, и совместно с волонтерским отрядом и активистами движения «Первых» мы уже два года реализовываем экологический фестиваль на базе нашего поселка «Судьба земли. Наша судьба». И это такое, знаете, большое, уникальное, значимое событие не только для жителей поселка, но и для гостей. Они тоже, которые находятся люди на санаторно-курортном лечении, они тоже активно приходят. А когда у вас проводим? Традиционно это в августе месяце. В августе месяце, так. Это когда обычно? В конце, в середине? Ну, даты по-разному, мы все-таки отталкиваемся и от погодных условий, что хочется, чтобы было тепло. Значит, в один из выходных дней, в августе, биробиджанцы массово едут в культу. Да. Все, там будет что-то невообразимо крутое. Так, и уже два года это все там проходит, да? Да. Отлично. В этом году третий раз? В этом году уже будет проходить третий, он у нас уже статус присвоил себе ежегодного экофестиваля. И также мы высаживаем деревья и на территории нашего центра образования, и на территории поселка, на территории детского садика. Ну, и, конечно же, мы за ними, что, Сергей, делаем? Белим. Белим. Мы ухаживаем за ними. Мы за ними белим. Все отлично, а почему бы нет? Для чего мы их подбеливаем? Чтобы муравьи их не подъедали. Мы очень... Жесткие у вас культурские муравьи. Заботимся о наших саженцах. Выедают деревья просто так. Да, а в этом году мы всю зиму реализовывали какой проект? Птичья столовая. Да, то есть ежедневно с октября и до сих пор, еще до конца апреля, учащиеся совместно с классными руководителями выходили на территорию центра образования, санаториев, поселка, парковых, да, вот наших зон, и подкармливали наших птичек. Традиционно гостями нашей птичьей столовой являлись синички, воробьи и снегири, которые очень здорово, когда ты идешь, деревья зимой стоят без листьев, а ты видишь желтенькие и красные огонечки, которые тебя... Сразу видно, кто куратор медиа-центра в культуре. Сергей два слова успевает вставить, все, маме не терпится рассказать про сегичек и снегирей. Я хочу грамотно рассказать. Ничего страшного, так нам же главное из первых уст услышать. Вы уже заметили, что я его давно замешиваю, это все-таки для того, чтобы наши птички, так как это дрожжевое тесто, сильно не расползлись. Не там, которые в столовой, а то есть вот наши здесь, да? Наши здесь с вами, да. Так, духовку уже прогревать? Да, духовку можно уже ставить. Мы сейчас тесто с вами оставим немножко дойти, минут на 10. Посмотрите, оно вот такое упругенькое, да, и оно вот сильно не жидкое. Вот это нужно добиться правильной консистенции, чтобы все-таки наши потом птички с вами не расползлись по всему противеню. Мы оставим. Я масло, знаете, забыла масло добавить. В тесто заболтались, да, немножко? Ну, конечно, там же птичка столовая. Надо с вами немножко все равно смазать его сверху для того, чтобы и к рукам не прилипало, и тесто, чтобы мягенькое оставалось. Ну, а Сергей нам расскажет, да, если мы про экологическое направление немножко закончили, он нам расскажет про патриотическое направление. В патриотическом направлении мы делаем митинги, где рассказываем про 9 мая. Мы идем на мемориал, и там нам подробнее рассказывают. И в этом году я буду ведущим на 9 мая. Ого! От движения первых? Конечно. Ну, от кого же еще, собственно говоря? Молодцы, молодцы. То есть, содержите наши святыни в чистоте. И помимо этого мы ходим в кладбище и убираем могилу ветеранов. Да, ну, помимо того, что мы все-таки действительно поддерживаем наш мемориал памяти воинам-односельчанам. Мы его тоже убираем от снега и листьев. Да, причем несколько раз в году. То есть, это 3 декабря в преддверии Дня неизвестного солдата. К 9 мая обязательно облагораживаем, ходим. Проводим патриотические акции, свеча памяти, окна памяти, письмо Победы. Письмо солдату уже традиционно тоже второй год, как началась у нас специальная военная операция. Также у нас проходили уже не раз ярмарки, на которых мы собирали деньги, передавали их в разные организации. Хранители истории – это большой такой проект патриотических движений первых, который тоже реализуется в нашей школе. И сейчас мы акции проводим не только в русле волонтерского отряда «Открытые сердца», но и в рамках всероссийского проекта «Хранители истории». Ну, я так думаю, что наше тесто уже готово, оно подошло, поэтому мы предварительно руки тоже помыли, да, и начинаем делать зазыв весенний, да, приглашать уже наших птичек, чтобы они у нас появились. Мы ставим противень, он у нас накрыт пергаментной бумагой для выпекания, мы его сегодня далеко ставить не будем. Нет, нет, спасибо, да, так, мы начинаем, да, делать и формировать наших птичек, мы предварительно руки тоже мыли, мы сейчас немножко капни масла на стол, чтобы все-таки наше тесто, оно не приставало к рукам. Насколько знаю, семья у вас, мягко говоря, немаленькая. Да, нам Сергей, наверное, расскажет, какая у нас семья, да? Какая у вас семья? У нас семья состоит из пяти человек. Из пяти человек, ничего себе, так, и рассказывайте, главный в семье наверняка папа. Кто главный в семье? Или Сергей, так вот, одно из двух. Положи пока, не надо положить это, немножко им полежать, Сереж. Ты нам пока, давай, я буду формировать, а ты нам рассказывай про нашу большую дружную семью. Давай, пять человек в вашей большой дружной семье. И это? Кто есть в семье? Папа. Нет, так, папа. Папа. Мама. И мама. Папа и мама. Брат Женя. Ага. Сестра Алиса и я. А домашние животные есть у вас? Да. Да? Два кота. Так, не пять, а семь получается. Коты-то они полноправные, члены семьи. Наверняка им вкусноту всякую после обеда таскаешь. Ну да. Ну да. Косточки. А как зовут котов? Вася. Разбойник. И Муся. Да, Вася разбойник. И Муся. Разбойник. У нас на самом деле Муся это тоже кот. Просто так получилось, что мы это поздно заметили. Он мог бы быть Мася, но теперь он Муся. А кот уже привык, что год он Муся, Муся. Поэтому мы уже не стали ему давать другое имя. Это как в хорошем анекдоте, да? Ну, всякое бывает. Ну, ты нам про семью-то расскажи, что ты нам? Давай, мама про семью не знает. Мама работает в школе учителем английского языка. О, как! Замечательно. А где мама отучилась на учителя английского языка? В Хабаровске. В Хабаровске. Мы оттуда вы переехали. О, за чистым воздухом поехали, не иначе. Да, знаете, я на самом деле приехала туда, и мне очень понравилось. И действительно все комплексно, рядом. Вот мой дом, через дорогу детский садик, через дорогу почта. И когда я звоню своим подружкам в Хабаровск, они вот, я поехала на почту. Это пропало на полдня. А мне тут пять минут, ну, в общем, комплексность, уют, красота, поселка, природа, это все равно сказано. Причем маленькие дети, маленькая уютная школа, когда все друг друга знают и поддерживают. Учителя, которые заинтересованы не в массовости, а в качестве, да, потому что маленький класс, это тоже, конечно, большой плюс. Поэтому мы даже не думали, не гадали, мы сразу переехали. Купили квартиру, и теперь живем уже почти 10 лет в культуре. Отлично. Так, кем работает мама, мы поняли. Кем работает папа? Папа Олег работает на военном санатории. На военном санатории. Мы с братом ходим в школу. Алиса, моя сестра, в садик. Женьке 12 лет, мне 9 лет, а моей сестре Алисе 6. Она ходит сейчас в детский садик. Мы являемся участниками движения первых и волонтерами. А еще мы занимаемся вместе... Каратэ? Да. Все втроем? А, ну Алиса готовится, да, с братом Женей? У нас у Сергея, у Евгения есть уже Будда-паспорта. У Сергея, он уже ездил на защиту, получил оранжевый пояс. А Алиса у нас... Чем вот Алиса любит заниматься? Алиса любит делать шпагаты. Да, она у нас очень спортивная девчонка растет. Шпагаты, танцы, песни, это все к ней. Отлично, отлично. Будет либо работник культуры, либо гимнастка. Может, лучше пусть работникам культуры. Отлично, все. Травм не будет, да? Семья действительно будет впереди планеты всей. Но тесто отстоялось, мне кажется. Да, мы можем начать формировать наших птичек. Для этого нам нужно скатать колбаску. И колбаска должна быть где-то сантиметров 20-25. И колбаску, когда мы будем формировать, она у нас должна быть более узкая в центр и пошире по бокам. Расскажите, с какого возраста можно вступить в движение первых? Я так понимаю, вижу, что и родители, и дети в движении первых у нас. Да, у нас... В движение первых можно вступить с 8 лет. Как и в любую другую детскую организацию, да, в принципе. Главное же, что и родители тоже в детской организации. Вот что интересно. Да, потому что мы с вами знаем, что движение первых – это наша новая активная всероссийская детская организация, которая сейчас включает не только школьников, но и студентов, и взрослых людей, которые тоже не безразличны к судьбе своей страны, которые готовы активно вступать в разные мероприятия и таким образом развивать свои регионы и в целом свою страну. И вот из этого у нас получатся птички. Жавры. Да, мы с вами, да, жавры. Не просто птички. Так, давай, я помогу, а ты мне поможешь, да? Покажи нам, как мы должны скатать. Скатывать надо вот так вот. Это точно жаворонок? Да. А потом завязать узелок и вытянуть шею жаворонка, да? Надо сделать клюв. Клюв. Отлично. Мы сразу можем увидеть, что наш жаворонок он немножко неустойчивый, да? Поэтому мы что сделаем с хвостиком? Мы хвостик немножко отрезаем. Отрезаем кусочек от хвостика. Давайте досточку, если надо. Катаем из нее сосиску маленькую. И подкладываем. И подкладываем там, где она заваливается. Потом хвостик нам нужно. Хвостик надо прижать. Только нам, когда, ты рассказывай потом, да, не сильно, чтобы потом в духовке хвостик... Не сильно, чтобы хвостик потом не сгорел. Да, чтобы не сгорел. Я отрезаю для того, чтобы птичка не заваливалась. Надо хвостик теперь на хвостике сделать надрезы. Чтобы птичка не заваливалась, давайте отрежем ей хвост. Все. Все логично. Абсолютно правильно. Птичка у нас сделана. Надо клюв поправить. Теперь нужен нам изюм для глазок. Только нарезанный изюм. Ага, то есть мы каждую изюминку еще и... Резаем. Ага. Нам надо ставить глазки по бокам. А еще, если по желанию, можно украсить. Да, в преддверии у нас... Пасха. Пасха, и дети любят печь и украшать выпечку. Ну и выкладываем первого на противень. Да, сильно много тоже не надо, да, чтобы она у нас не елкаш новогодняя. Нормальная пасхальная птичка. Вот, пожалуйста, выкладываем. Вот первая птичка. Держи еще. Да, сворачиваем просто, да, ждем. Вот первая положилась там. Ну и пока мы укладываем и подрезаем хвосты жаворонком, расскажите, есть ли у вас какие-то семейные традиции? У нас есть семейные традиции. Уезжать куда-нибудь на отдых, ходить на разные митинги, мероприятия, вместе ехать на природу. Ну, на самом деле, у нас, как у любой семьи, мы ценим время, проведенное вместе с семьей. Если мы куда-то едем, то мы едем с семьей. Мы никогда с мужем не планировали, что мы поедем в отпуск без детей. Мы такое не приемлем. То есть мы всегда с семьей. Если на какие-то мероприятия мы идем с семьей. Знаете же, да, что если ты работаешь в школе, то вся твоя семья тоже работает на школу. Поэтому мы на митинги, на акции, мы тоже ходим всей семьей, потому что мой муж, он хоть и не зарегистрированный в движении первых, но он все-таки моя опора, поддержка, которая мне всегда во всем помогает. Он у нас всегда за кадром, но он мне всегда во всем помогает. И совсем недавно, Сереж, куда мы ходили всей семьей? Совсем недавно мы ходили на выборы президента. Всей семьей. Нам вручили потом еще блокноты. А еще мы что делаем с семьей? Самое интересное, это не рассказал. Поездки-то это одно. Мы еще всей семьей готовим. Мне кажется, сейчас страуса вылепишься уже, положи. Клади его. Да это и так еще страус. Отлично. Когда у Сергея все-таки появилось вот это желание готовить, еще из детского сада. Да, то у нас получается, мы это ввели как семейное такое занятие на выходных. Мы обязательно готовим всей семьей. Потом накрывает у нас Сергей вкусный ужин. Он у нас любит еще и на стол накрывать. И обязательно потом всей семьей мы... Повар с желтым поясом. Отлично. Не зря он, наверное, у него самое его любимое блюдо, это все-таки... Роллы. Все это с одной песни про пояса и про готовку, да? Но, вот Сереж, ты нам расскажи, а что ты вообще готовишь уже? Я готовлю то, что есть моя семья. Борщ, суп, плов. Салаты любит резать. Салатики. На Новый год он мне сам все салаты нарезал. Я только занималась мясом, которое папа предварительно нарубил, да? Так, про все традиции нам рассказал, Сережа. Мы вместе всей семьей. Если к нам еще приезжают наши родственники, мы ходим на горновышку. Да, но у нас вообще семья большая, не только наша. Поэтому мы вот очень любим проводить время с семьей. Выезды, природа, путешествия, поездки. И у нас в прошлом году мы присутствовали... Где, Сергей? На Циволковском, где запускали ракеты. Да, мы прям присутствовали на запуске ракеты. Это очень действительно здорово, когда она в двух километрах от тебя взлетает. Прямо близко. Звук, мощь взлетающей ракеты. Ты понимаешь, какая у нас большая, удивительная, сильная страна. Что она создает такое, что она выводит. И мы вот как раз были... Строилась площадка по Дангару, которую, мы знаем, не так давно взлетела. Поэтому в Циволковском мы очень хорошо отдохнули. Вот уже подходит четвертая птичка. Подлетает, да. Да. Четвертая, там уже пятая наподлетает. И она как раз наполнена цветами, весенними. И звездочками так и шепчет. Поедьте уже все с семьей на море. Изюм, изюм. Вставляем птички. Я придавлю чуть-чуть их, чтобы они когда набухать будет тесто, чтобы сильно, наверное, не обвалились. Прижарились. Все, последняя птичка прилетела в стаю. Так, стойте. Сейчас мы будем это все отправлять. Так, помогаем, открываем. Открываем и ставим. Наша последняя птичка готова. Все, стая полетела. Так, аккуратно ставим. Стая отправляется. Отправляем их в духовку на сколько? На 30 минут. На 30 минут, отлично. Итак, благодаря великой силе телевидения у нас 30 минут прошло за несколько секунд. Вытаскиваем наших жаворонков, которые благополучно уже поспели в духовке. Вот они, наши птички. Так, аккуратно, аккуратно. Вот сюда. И дальше чуть-чуть продвигаем. Вот так вот продвинули. Молодец. Ну, слушайте, какие красивые птички получились. Теперь надо снять всех птичек. Всех птичек снимаем. Так, вот профессионально. Видите, как все? Мы хвосты подрезали, птичек оторвали. Это подставочка, чтобы наша птичка сбалансированная была. На самом деле, я хочу обратить внимание на то, какие они получились румяненькие. Причем мы их даже не смазывали желтком яичным или сиропом, когда делают сироп еще с водой, да, сладенький. И хвостики мы не сильно приминали, поэтому они у нас не подгорели. Последний штрих, да? Мы их посыпем... Сахарной пудрой. Сахарной пудрой. А пока мы их посыпаем, нам Сергей еще хотел добавить о своем участии в движении первых. Давай, я буду помогать. Ты нам покажи крупным планом, да, свою. Это шарм-подвеска с кулоном движения первых. Я получил шарм-подвеска с кулоном за то, что я снял видео, где я бросил сам себе вызов приготовить все кулинарные блюда из моей книги за месяц. Ага, и как, получилось? Да. Ну, судя по подвеске, получилось, да? Так, а в это время мы слегка украшаем наших жаворонков прекрасных. Да, замечательный марафон активностей, он направлен на то, чтобы ребята показывали свои возможности, свои таланты. Доказывали, что они первые из первых. Так, ну, сейчас у нас благополучно уже, наверное, все готово. Это последний штрих. Нам расскажи, хоть какие блюда ты приготовил тоже, успел из своей новой кулинарной книги. Я уже успел приготовить много блюд. Пять салатов, один торт, печенье и еще яблоки в твороженом. Яблоки с творогом запекал. А еще самые крутые роллы были какие у тебя? Роллы из лаваша. О, роллы из лаваша, вообще потрясающая вещь. Ну, что ж, мы пока благодарим семью Пономаренко, самых первых в движении первых на сегодняшний день за прекрасное блюдо. Отличные получились румяные жаворонки. Теперь, я думаю, что весна наверняка к нам придет. Увидела, что мы ее ждем. Да, говорим вам огромное спасибо всей вашей семье. Спасибо за рецепт, спасибо за вас. Продолжайте двигаться в движении первых. И нашим телезрителям напоминаем, что сегодня в гостях у нас была семья Пономаренко. До новых встреч и приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова